В поселке Управленческий преобразился сквер Озакса. Городское пространство находится в районе дома номер 13А по улице Сергея Лозом. Его обновили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Здесь выполнили мощение тротуаров, обустроили газон с автополивом и провели озеленение, оформили парковочные места, установили новые осветительные приборы, скамейки и урны, пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Именно жители решают, какие самарские общественные пространства преобразятся уже в следующем году. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году. В субботу в Самаре состоится матч между командами «Крылья Советов» и «Химки». Для удобства зрителей организуют дополнительный транспорт. Трамваи номер 11-12 по окончании матча будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара-Арена». К остановке улицы Алматинская будут поданы дополнительные автобусы номер 1-67-34-41 в сторону проспекта Кирова, а на остановку улицы Дальняя дополнительные автобусы маршрутов номер 1-67. Следующие – до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайон «Крутые ключи», сообщает городской департамент транспорта. Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Семья года». В этот раз он проводится по номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья-хранитель традиций». Прием заявок идет до 8 мая, сообщает в своем телеграм-канале Департамент опеки, попечительства и соцподдержки «Самары».